всем привет и хорошего настроения здравствуйте дорогие подписчики привет всем зрителям моего канала сегодня как и обещал продолжим обзор вот этого самонаборного самонаборного музыкального центра обещала вам по блокам рассмотреть не знаю хватит ли терпения но вот сегодня что-то появилось настроением посмотреть венчающий так сказать это чудо радиотехнического искусства восьмидесятых годов венчающий эту стойку проигрыватель окай знаменитый фирма кай одной из моих самых любителей про любимых производителей радиоаппаратуры очень люблю окаянца 77 про который есть на пара обзоров канале который живет мне в другой правда стойки так вот сегодня хотелось бы вместе с вами посмотреть что он за зверь такой этот проигрыватель окай а заодно как вы видите по бокам появились совершенно не вписывающиеся в эту стойку две колоночки с 90 пардон с 30 с 30 конечно же хотелось бы сравнить по их по звучанию вот со знаменитыми стоящими внизу колоночками техникс которые имеют маркировочку себе 3 себе 3 я сейчас подключил к этому технику скому скому же усилку как видимо здесь имеется техникс с ю за 45 у него возможно подключение двух пар так сказать акустических систем основных и так сказать дополнительных ну вот основные у нас так техниковский остались а с 30 мы подсоединили как дополнительные вот но начнем пожалуй с проигрателя не опять попрошу прощения за съемку с рук для того чтобы вам было лучше и понять не видно мы немножечко снимемся с нашего штатива и приблизимся к этому не телевому но вполне функциональному аппарату вот в таком виде мне достался как подрагивает его крышечкой не до конца закрывшись но зато она вполне уверенно держится на этих петлях то есть приподняв ее вверх мы не боимся того что у нас грохотом упадет нам на турн тейбл то есть на стол проигрывателя и так что же себя представляет это пластмассовое чудо проигрыватель этот пасековый то есть привод его осуществляется при помощи пасека от двигателя передача вращающего момента крутящего момента на диск диск выполнен из очень тонкого алюминия я чуть попозже вам покажу подробнее как он выглядит и диск достаточно легкий что несомненно является минусом данного проигрывателя хотелось бы диск конечно потяжелее для больше момента инерции но вот не знаю в силу каких соображений конкретно на данном проигрывателе диск выполнен очень и очень легким из органов управления как я уже говорил в прошлом обзоре здесь имеется всего-навсего переключатель скорости speed 33 и 45 оборотов значит от жазом состоянии это наши стандартные 33 оборота нажатом состоянии переключается на 45 оборотные диски которые как вы знаете больше частью использовали за рубежом у нас почти не выпускались также имеется кнопка cut drop return то есть выключение повтор вероятным вот при нажатии на эту кнопку наш аппарат отключается от сети и поскольку он является полуавтоматом как заявлено на его лицевой панели вот не знаю как правильно слово прочитать 7 automatic turn table api a 101 окай а вот то соответственно полуавтоматический привод значит этого проигрывателя обеспечивает нам возврат тонарма на его парковочное место на стойку расположенную вот здесь как вы видите как положено правее диска здесь же находится микролифт рычажок вернее управление микролифтом в таком положении у нас микролифт включен то есть вот эта подставочка снизу как увидите не дает тонарму опуститься на пластинку вот ну а если мы захотим так сказать чтобы он опустился мы соответственно этот рычажок потянем на себя и слегка опустим после этого в работу вступает микролифт вот ну как видите здесь все расписано фирменными знаками окай том числе на противовесе тонарма вот я не знаю насколько он подвергается регулировки судя по его конструкции регулировать его прижимную силу и прочую так сказать прелесть в общем-то пользователю не предполагалось что не будет заниматься пользователь потому что каких-либо скажем так регуляторов прижимной силы скатывающей силы так вот сейчас лежит до защелкнутся на парковочном месте это я смотрю и вижу что вручную здесь что-либо отрегулировать вряд ли удастся то есть соответственно это предполагалось что он отрегулирован на заводе раз и навсегда и видимо только на свою магнитную головку которого здесь же у нас установлено так сейчас попробуем резко споймать а а кай pc 35 это магнитная головка типа естественно м м не м си вот потому что при подключении к фона входу нашего усилителя техниковского вот этого мы в принципе получаем при нажатии на кнопку фона получаем нормально усиленный сигнал от магнита магнитный голову от головки типа м м пардон вот ну вы знаете отличие м м от м си в одной из них подвижный магнит другом в другом подвижная подвижная катушка в другой головке сейчас останавливаться на этом не будем вот то есть м си считается более головка крутой навороченный но менее чувствительной вот и мне никогда к сожалению не было в пользовании ничего не могу про эту им фишку сказать и мы мог у нас как бы я думаю всем попадалось достаточно большое количество вот она с алмазной иглой головешка типа м м стандартная без изысков вот иголочку надеюсь вам видно вот так вот все это безобразие у нас и выглядит ну в принципе анти левер у нее нормальный не гнутый не порчена иголочка тоже вроде сохранила свою конусную форму не знаю какая за . вряд ли она аллипсоидная скорее всего обычная сферическая за . у этой иглы в этой головке вот и поэтому вот собственно говоря мы ее посмотрим в действии вот значит ну сзади тоже особо ничего примечательного у этого проигрателя нету да чуть не забыл упомянуть вот эту луночку ямочку на его так сказать подкрышечном пространстве здесь вероятно располагаться должна была планшайба или центр шайба которая ставится вот сюда для возможности проигрывания 45 оборотных пластинок с большой центральной дыркой с большим центральным отверстием но она вероятно была утрачена поэтому ее нет сзади тоже особо интересному ничего не видим а кай модель и пи а 101 220 вольт 50 герц а к электрико лимитед стокио джапа ну рады что ты японский производитель родной естественным вот именно кайский но аппаратуру я уже говорю не высокого класса не обращайте внимание на вот эти вот матерчатые прокладки я его поставил потому что ножки у него на самом деле амортизации должны не дают там нет никаких регулировок обычные резиновые ножки которые так сказать не дают должную амортизацию при установке этого проигрывателя на какую-либо поверхность вот не изолирует его от возможных сказать вибрации и тем более вот в таком вот положении в котором у нас все это собрано совершенно неправильно собрана как вы видите да колонки никогда не должны стоять на одном основании с основанием стойки все должны быть разнесены что одни что вторая у нас все это усугублено но скажем так нет времени заниматься вот нормальным так сказать расположением всего этого добра поэтому уж не обессудьте слушаем как слушаем как есть такой акустической связи между колонками хотя они тоже на на прокладках из мягкого материала все-таки она есть меньше будет акустических шумов ну что давайте попробуем все это дело запустить в работу что-нибудь что-нибудь услышать какие-либо надеюсь приятные звуки извлечь из всего этого безобразия да забыл упомянуть что проигрывать включается в работу после включения все эти выключатели нажимать не нужно для того чтобы запустить прослушивание пластинки мы просто берем тонарм аккуратно снимаем сначала его со стоечки и это только мы перемещаем ближе к диску у нас как вы видите включается в работу привод диска привод диска переводим пластинку головку звукосниматель на вводные дорожки данного пласта сейчас у нас включены колонки main то есть главное вот эти две эквалайзеры как вы видите стоит в нулевом положении регуляторы на усилители установлены тоже bass и treble то есть низкие высокие частоты по нулям больше не меньше чем как должно быть ну и баланс тоже соответственно на 0 ну давайте попробуем послушать сильно громко делать не буду поздно уже соседи спят королизм довольно плавный так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Звук такой даже поинтереснее на мой взгляд Хотя несколько грязноват Возвращаемся к нижней Звук почище и более проработан Но не громкость мне кажется меньше А громкость нисколько не отличается Что S30, что вот эти полочные техники Для меня Зачем снова S30 Попробуем сделать вот так С30 О, техник сходит в резонанс Кошмар Сейчас мы спалим Громче нельзя Никакие прокладки не помогают Гостях, ребята Ничего Зазор магнитный Почистится, да? Громкость нисколько не отличается Уровень Звуковых каналов По децибелам Вот В ощущение, что S30 Более грязно играет Хотя Не без изюминки Есть что-то такое там Низок побольше Может благодаря Асфорументам А сейчас все вместе А сейчас все вместе 30 легче диапазон у техникса пошире все таки отлет легче ну и от 30 тоже вполне ничего себе нажимаем на кат и как вы видите тонарм сам благополучно возвращается на свое парковочное место вот собственно говоря обещал вам про диск рассказать сейчас давайте глянем что у нас там происходит если мы снимем слепмат резиновый то увидим вот такой вот совершенно легкий совершенно барахлянский диск я можно его снимать не буду потому что при съеме этого диска слетает пасек сейчас вам покажу нехитрую кинематику этого аппарата вот видите вот он пасек который прямо со шкива двигателя идет на шкив этого же диска диск легчайший он весит грамм 200 не больше и вот этот пасек соответственно сопрягается с его боковой вот этой цилиндрической поверхностью вот таким образом происходит передача движения если мы потянем просто вверх тогда как я уже говорил соскочит пасек не хочу это делать не обижайтесь маленький диск да что еще удивило там проверить ли как бы помимо отсутствия каких бы то ни было регулировок тонарма да отсутствует в общем то и контроль скорости стробоскопически то есть ну простейший такой вот вертун получается простейший то есть никакого стробоскопа здесь и постройки соответственно частоты тоже не имеется есть тупо 33 и 45 оборотов ну может быть там настолько хороша схема регулирования скорости что не требуется ей как у наших даже высшего класса проигрывателей вот этого так сказать тонкого тонкой настройки на частоту вращения диска с контролем по стробоскопу не знаю допускаю я такие моменты поэтому ничего по этому поводу сказать не могу жду ваших комментариев на эту тему вот крышечка такая кстати довольно в приличном состоянии вот непростой корытообразной формы с передней части как гробик ну и на петлях на петлюшечках на петельках петли кстати а нет показалось что остальные тоже пластмассовые ну и вся эта коробочка собрана тоже из пластика сама по себе легкая то есть как бы вот серьезным проигрывать я его назвать конечно не могу так для ознакомления с виниловыми пластинками может быть подойдет здесь вероятно были амортизаторы амортизирующие крышку от удара но со временем они вероятно прекратили свое существование и от них остались только следы былого великолепия вот такая вот вещь ну и напоследок давайте еще немножко побалуемся с этими колонками вот мы их послушали на проигрывателе который дает нам большие резонансы давайте послушаем и допустим с тюнера тоже попробуем разные так сказать разные варианты с подключением допустим с тюнера сакаевского век почему у нас нет никакого звука вход с тюнера мы включили включили и что простите великодушно просто не настроились на станцию в Барии пострадали 44 человека 8 из них остаются в больницах предварительно причиной стала потеря управления автобусом следователи считают что мужчина превысил скорость и врезался в Volkswagen Touareg водителя задержали возбуждено уголовное дело помощь природы с 30 экологи заявляют что пик лесных пожаров в Сибири пройден в Иркутской области и Красноярском крае на помощь пришли дожди за сутки в России ликвидировали более 50 очагов возгораний авиалесоохрана отчиталась о том что потушено около пяти с половиной тысяч гектаров леса сохраняется опасность возникновения новых пожаров сейчас огнем охвачено более 283 тысяч гектаров леса в четырех регионах сохраняется режим ЧАЭС Афина окружила огонь в окрестностях столицы Греции бушует крупный природный Челси был чемпионом клубной цвет одно около то то что нужно это не это не это Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас играет S30 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Он сейчас выбирает S30 Хотя на показы у него спадка до 100 примерно герц Но низуя прорабатывает очень неплохо Эти головки тянет по размеру меньше Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вот, наверное, все на сегодня Что хотела показать Спасибо всем за внимание До свидания и до будущих встреч Всем привет и хорошего настроения Всегда с вами Сергей